Сегодня мы подводим финансовые итоги предыдущей недели. У нас в гостях директор филиала финансовой группы QBF в Республике Башкортостан Ренат Васин. Ренат, приветствую еще раз. Российский фондовый индекс сегодня начал торги с отрицательной динамики. Индекс Мосбиржи сегодня утром потерял 0,24% к уровню пятничного закрытия. Составил 2966 пунктов. Индекс РТС тоже теряет. В итоге, чем еще запомнилась прошлая неделя? Вообще, позитивное настроение на мировых фондовых площадках, а также сильные корпоративные отчеты отечественных компаний позволили индексу Мосбиржи впервые в истории закрыться выше отметки в 3000 пунктов. И это серьезно. Но уже после исторических рекордов четверга в пятницу российский рынок акций скорректировался. Индекс Мосбиржи потерял более 1%, а лидерами снижениями оказались акции также металлургов и полюс золота. Последние вообще потеряли более 2%, отреагировав на падение золота на спот рынки. Потребительская инфляция в Российской Федерации, согласно данным Росстата, за неделю с окончанием 5 ноября составила 0,1%. Цены же на плодо-овочную продукцию в среднем за неделю увеличились на 1%. В результате с начала года потребительская инфляция в стране достигла 3,4%. К новому году, к концу года, Министерство экономического развития РФ ожидает снижение потребительской инфляции до 3-3,3% год в году. На этом фоне глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина в четверг заявила, что у отечественного регулятора все еще остаются возможности для сокращения ключевой ставки. Средняя же цена алюминия компании «Русал» сократилась на лондонской бирже металлов более чем на 14% в год в году, до рекордно низкого значения с конца 2016 года. Данное снижение привело к спаду выручки корпорации. Но, несмотря на это, «Русал» ожидает будущего роста спроса на алюминий, чему должно способствовать продвижение в торговых переговорах между США и Китаем, положительные тенденции на автомобильных рынках Европы и Южной Америки, а также снижение процентных ставок в России. Лидерами роста по итогам торгов в России стали ВТБ, Объединенная вагонная компания и МВИДЕО. Среди аутсайдеров также отметились Северсталь. Европа решила отказаться от Visa и MasterCard и создать собственную платежную систему. Акции американских платежных компаний систем тут же сразу снизились после выхода данной новости. Но котировки очень быстро восстановили потери, потому что в ближайший год бизнесу Visa и MasterCard и American Express точно ничего не будут угрожать, так как история с европейским конкурентом – слишком долгосрочный фактор даже для длинных позиций. Даже в случае успеха пройдет много времени, прежде чем начнется реализация данной идеи и последующее влияние на оценку Visa и MasterCard. Компания Walt Disney потеряла 54% прибыли в минувшем квартале. Снижение было вызвано большими затратами в связи с запуском потокового сервиса Disney+. Однако это не помешало акциям компаний вырасти более чем на 3%. Выручка значительно выросла. Также инвесторы ожидают позитивные данные Walt Disney в перспективе. Например, компания планирует генерировать постоянный доход от платных подписок на новый видеосервис Disney+, а также рассчитаны на положительные результаты от партнерства с Amazon. Лидерами роста по итогам торгов в США также стоят Johnson & Johnson и Microsoft. Среди аутсайдеров отметились Verizon, ExxonMobil и Boeing. Драгоценные металлы завершили торговую неделю снижением котировок. Этому во многом способствовал позитивный новостной фон вокруг хода торговых переговоров между США и Китаем. Доллар же укрепился по отношению к Кене на 1%, и рынки ожидают новых заявлений премьер-министра страны Синзо Абе, связанных с фискальным стимулированием, а также стимулирующих экономических мер от Банка Японии. Следите за новостями вместе с QBF. Увидимся через неделю. Спасибо. Спасибо, Редактор. На этой неделе Владимир Путин посещает саммит БРИКС в Бразилии. Здесь тоже будем надеяться, что все-таки валюты этих развивающих стран тоже будут показывать положительную динамику. Спасибо. Безусловно. Спасибо. Я напомню, вы смотрели РБК. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...